13 тонн гуманитарной помощи готовят к отправке на Донбасс. Большая часть алтайского груза – продукты. Гречка, горох, тушенка, растительное масло. Это народная дипломатия. Это вот там есть государственная политика, а это народная дипломатия. И без нее проблемы не решить никогда. Только настоящая связь государства и людей, которые живут в этом государстве, позволят нам как-то сгладить те проблемы, которые сегодня есть на Украине. Это не первый гуманитарный груз из региона. 23 марта из Олейска для российских военнослужащих отправили более 400 коробок с товарами первой необходимости, средствами личной гигиены, сладостями и консервами. Виктором Петровичем Томенко поставлены задачи нашим территориям. Но причем эти задачи не в плане указания, а в плане уже реакции на обращения, которые мы сегодня имеем из других территорий. Помочь жителям Донбасса могут все желающие. Но прежде чем приносить товары, организаторы советуют убедиться в их необходимости. У нас территориально, на всех территориях есть управление социальной защитой. Необходимо обращаться и туда. Также можно обращаться в Центр управления кризисных ситуаций, Главное управление ВЧС России по Алтайскому краю. У нас там дежурят рабочая группа, офицеры дежурят, которые занимаются конкретной гуманитарной помощью, которые могут дать информацию, необходима гуманитарная помощь, которую собрали, или она не нужна. А еще узнать информацию можно по телефону, который вы видите на экране. Кроме МЧС, продукты и вещи принимают в Краевом отделении Союза Женщин России. А помощь для переселенцев из Донбасса можно оказать через отделение Российского детского фонда. Артем Гусельников. День с толком.